Как отметил на открытии спикер парламента Эйки Нестер, эта выставка является особенной. Ведь наряду с творческими замыслами признание заслуживает и сила воли художников, которая позволяет им реализовывать свои желания, несмотря ни на что. Именно люди с железной волей добиваются развития во всех сферах жизни, и данные художники отличный тому пример. Это прекрасная идея, и на выставке представлены работы четырех художников из Финляндии и Эстонии. Как нам кажется, это не только возможность познакомить людей с творчеством особенных художников, но и еще раз напомнить парламентариям о потребностях и нуждах людей с ограниченными возможностями. Например, Паула Мусталахти, которая 25 лет наслаждалась жизнью обычной девушки, а в сентябре 1992 года попала в тяжелую аварию, в результате которой все ее тело до шеи оказалось парализованным. Но живописи и искусство — это часть ее жизни, и после несчастного случая для нее было естественным снова начать рисовать, пусть и необычным образом, взяв кисть в рот. А Мелесу Луксу из Раппла по несчастному стечению обстоятельств не было вовремя сделано переливание крови, в результате чего у него развился целебральный паралич. Он не может ходить самостоятельно, не может говорить и пользоваться руками. Но Мелес начал писать картины ногой и добился небывалого успеха. Больше всего ему нравится изображать на своих картинах море, природу. Для творческих людей важно выражать себя, рисовать, петь, танцевать. Мелес рисует уже много лет, и действительно, больше всего ему нравятся морские пейзажи. Иногда над несколькими камнями на картине он может трудиться два или три дня. Первая ассоциация художников, пишущих ртом или ногами, начала свою деятельность в 1957 году в Западной Германии. Сейчас подобные ассоциации действуют в десятках стран по всему миру. Ассоциации разных стран объединены в Международную, центр которой расположен в Лихтенштейне. Эстонское же объединение было создано в 2006 году, чтобы помочь художникам обеспечивать себя, несмотря на их инвалидность. И в очередной раз доказать, мы сами себя загоняем в рамки. И говоря о людях с ограниченными возможностями, не стоит забывать, что на самом деле их творчество, мечты и идеи безграничны.